Вернись назад и пробери бегом туда и обратно. Туда и обратно, вернись сейчас, ты опять делаешь по-своему. Вот отсюда, где ты застал тебе звонок, вот сюда ставь. Теперь бегом туда и обратно. И мы будем как воскачегарить. Боже милость, сегодня грешен. Создал мне Господи, помилуй меня. Грешен славясь, я грешил Господи. Проси меня, грешен, помилуй. И освяти дары посылаемые Тобой Словом истинной молитвой. Тебе слава за все веки. Аминь. Аминь. Вот любой, кто посмотрит, и осудит не тебя, а меня. А почему? А у них еще нету. И они такие же, и он заступается за свое. За нас заходят, у меня там Руженникова, Старчикова, Старцева или как. Вы даже не понимаете, с кем живете. Как вы потом искать каждое слово будете. Как стать хозяином? А почему не Сергея Пупкова? Я Сергею подсказываю, Володе. Вот сегодняшний день, только начался еще. Шестое августа. Я утром прихожу, ты работаешь. Не стал подходить, чтобы не рвешивался. Лежит топор. Посмотрел старый топор. Кто его где нашел, ты или где. Соскакивает. Уже не один день лежит он. Никто его не трогает. Он неточенный, зажабленный. Ручка какая-то. Я посмотрел. Давай его точить. Ржавчину скинул. Топор настоящий. Теперь насадил его. Клин сделал. Забил распорку. Все. Начал рубить. А у него черешок-то. Я тружусь над железом. А деревяшка-то... А деревяшка-то внутри ее не видно. Она черная. Она хоп. Летел, я поставил. Посмотрите. Сколько у меня труда пропало даром. Но это не даром. Топор наточенный. Но это топорище делать надо. Кто возьмется? Я. Так. Ты хотел бы начать жизнь с топорищи? Угу. Да. Подскажи ему. Видишь как топорище делается. И чтобы оно заходило. Когда разбивается низ. Большого отверстия топоря. С малого. С малого заталкивается. Заливается. Чтобы потом расширить. И тем большим держать. А если ты с большого там узко. Она выскочит. Их так и с таким прицелом и делают. Значит договорились. Свободное время. Не во время когда ты где-то работаешь. И это не делать ни послезавтра. Только сегодня. Дальше я. Сразу. Давай дмилушки колоть. Ты несешь штуку которую колоть ее нельзя. Шпал. Там вся. Ну вся и вся. Ударишь. И с нее столько. Ни одним бедром не обойдешься. Вытащить мусором. Ты ее прешь ко мне. Зачем? Топлива никакого там нет. Расколоть ее. Это надо сначала вытрекнуть. И тогда она. Кожура остается. А дальше одно гнилье выпадает. То есть сразу сидит. Толкнул. Пришел. Бросит. Что-то выпало. И это выпало тебе не касается. То есть. Мы все одинаковые здесь. Ты теперь не намер. А отношение. К жизни своей. Дальше несет. Я рублю. А там когда были. Доски встречаются всякие. Бывает хорошие. Ему разницы абсолютно никакой нет. Несет длинная доска. Хорошая. Руби. Руби. Ну как руби. Когда у нас. Мы же живем не в сосновом лесу. У нас каждая дощечка. Даже вот такого размера. Даже она вот такая вот. Она годится. Где-то что-то зашито. Разницы нет. Подошел. Бросил. Я говорю. Зачем тебе придется. Смотрел. Постучал. Я говорю. Ну сюда постучать надо-то. Тогда разруха наступает. Когда мимо туалета ходим. Мимо очка. Так. Филипп Филиппович знал где разруха. Вот она. В башках людей. Я вот сегодня только. Только-только начинается день. Я уже начинаю тебе подсказывать. Я понимаю. Как тебе это не нужно. То есть. Душа твоя не принимает это. Ты бы мгновенно это ухватил. Опять подтаскивать. Ну я гвозди вытащил. Две доски придется. В обоих гвозди торчат. Ну как можно гвоздя не видеть. Когда он торчком стоит в доске. Это только что и сейчас. Я вот теперь. У меня же до этого инструмента нет. Я его люблю. Я его начинаю загибать. Вытаскивать. И открутил. Ну ты видел на крыльце гости жить. Ну это же твоя работа-то. Или рядом Сергей работал. Вон так у него другая куча совсем была. Быть хозяином. Это так славно. Ты распоряжаешься всем. Вот сюда это домострой. Весь на это направлено. Быть хозяином. Бог дал право человеку. И все звери поклонились ему. Все. Вся тварь покорилась. Уйти недобровольно. Мы считаем об этом. Очень даже подробно описывает апостол Павел. И как? Человек хозяин владыка на всем. Он покоряет и льва. Самого сильного. И хита. Убивает там. Эскимосы питаются им. А как это сделать, чтобы быть хозяином? Ну как? Вот ты видел, как я рублю? Ты видел? Одно я вертикально ставлю доску. Другое горизонтально. Почему? Ты даже, думай, глядеть не от тебя глазом здоровым-то. Смотрю на тебя. Даже никаких. Пришел, бросил, пошел. Ты будешь бить все равно. Тебе как? Я ее надрубаю. Ближу, где более-менее здоровая. Я кверху ее надрубаю. Дальше ударил. Она отлетела. Все, неси. Топи. Как подойти? Наш отец к щурке. Он несколько раз подойдет. Так смотрит. А мы не могли понять, что он смотрит. Здоровые мужики. Топоры нас засадили в нее. И бросили и ушли. Он с одной рукой все их топоры это вытащил. Щурку расколол. Хоть на лучинки. А одной рукой делает корыца. Вот, которым мясо рубить там надо. С одной рукой. Ты видел, что этот Никущий делает? И расческа у него там есть. И плавает. И выступает с ним. Папа Римский встретился. Президенты. А таких с одной рукой. Около церкви-то сколько стоит? Почему Никущий туда не пошел? Это образец для всех. Ни руки, ни ноги нету. Какая-то ласта она. На футбольном поле играет. Дальше. Борьба из правил какая-то. Он там борется с одним. Это вообще вообразить даже нельзя. И кто? Телезвезда выходит за него замуж. Рождается сын совершенно нормальный. И он лежит с ним, обнимает его. А чем обнимать-то? Обнимать-то и нечем. Ну, нам в нашей жизни, это живой человек сейчас. Прям он приезжал везде. Я бы не был. Да, он не православный. Судя по всему. Но это наши имена Сербия. Это православная страна. И здесь не выдержались. Кого не возьми. Юрий Богачев. Заслуженный артист СССР. Певец. Полностью спился. Разрушена семья. Никого нигде нету. И стоит, опохмелився нищим. Все пропил. Артист РСФСР. Это одно. Другое. Заслуженный СССР. А дети, двое сын и дочь. Олимпийские чемпионы. Подобралась семейка такая. И к нему подходят то православные. Нет. Православные придут, когда он будет другим. Опять? Ну что ты? Приходи, накрою, прощу и завтра опять. И в это время подходят еще два брата. Баптисты. Ивангельские христиане себя называют. Стали с ним говорить. Пригласили к себе. Куда православным пригласить? Как Данил СССР путешествовал в храм. Экскурсия по храму. Да нам от храма надо сначала человеку везти, посадить его, посчитать, а потом в храм везти его. Он знает, что увидит. Тангашевский торг. Там бог торговли у меня был. Меркурий. Бог торговли. У него на ногах крылышки были. Он летал быстро. Ему надо набывать, воспевать, сдавать где. Все. Там все обдумано было в этой мифологии греческой. Меркурий у нас самый главный бог-то. Не смещенник, не бог самого. А Меркурий главный в храмах-то. И этого как будто не видят. И он пришел. Что он понимает-то? Ну, маленько понял-то. И когда призвали к покаянию. Покаяние под Иппетрахиль. А вы не расскажи, кто ты. И он вышел. И бог ему изменил жизнь. Запомни, Юрий Богачев. Посмотри. Артист. Какой голос у него. Какая жена у него. Как она играет где-то. Он обратился. У меня, говорит, самый главный врач в жизни был. Знаешь что? Теща. Ни одного ласкового слова. Она знала, кто он такой. И когда он пришел, покаялся к ней. Мама, прости меня. Она поняла, что он снова разыгрывает роль новую. Где-то она не поверила. Он привел жену. Жена покаялась. Тещу привел. Теща покаялась. И по всему миру ей эти проповеды. Он не православный. Но теперь его православные увидели. Батюшка идет и через улицу кричит. Ну что? Продал душу сектантам. Паразит. Вот теперь они увидели. Он только поклонился. Батюшка благодарю. Я такой июсь. Пошел дальше. В этом свете-то как? В советское время вызывают. Совет Царквей был. И разговаривают. Как вы детей воспитываете? И тут же батюшка сидит. Мы, как детям, не разрешаем ни пионера, ни фоксомола. Батюшка отвечает. А мы разрешаем. У нас они вступают. Мы граждане своей Родины. Патриоты. И далее. Этот учат. Мы учим. Но у нас запрещено так. Мы стараемся не учить. Батюшка проигрывает на все сто пунктов. И это все в интернете стоит. Это официально. Батюшка спрашивает от него дьякора. Той кругу положили. Ну что? Отец Багдад. Теперь Евангелие-то. Как тебе? А что все таки? Ну книга по которому? А зачем? Да как ты откуда приехал из Украины? А зачем? Гроши заробит ты. Ну и все. Мы проигрываем по всем статьям. Единственное, чем мы выиграем, это отображением Христа в нашей жизни. Что мы в церкви, а они не в церкви. Они полностью проигрывают тогда. Дофана, Верона и Корея проиграли полностью Моисею. Вместо сектанта только там. Там места мне хорошего, говорит, много. Это есть такое. Бег с Лизада. Фильм. Я к тебе как раз это говорю. И кого не возьми уже не православный. Почему? Да вот такая дурь. Я все время напоминаю Николая Дестович Молчанова. Из Баптийска пришел. Он у меня живет. Ходит по Кровский собор. Главный один. И вот выходит и говорит, я вот посмотрю. Свечи покупает. Все стоит. Писание знает. Отлично. На одной ноге. Вторая нога деревянная. В ГУЛАГе потерял. Взрыв был. Их далекое ювелие. И осколком отрубил ему. Дядя или отец генерал. Несколько раз в родину переходил. То есть это легендарные личности. И он говорит, я вот смотрю на православных. Я-то православный новенький. Или Бог говорит, они дураков набрал. Или никогда их не выбирал, не избирал. Я не могу эти слова ему скинуть куда-то. И вот так посмотрят, как мы здесь здороваем это. Целое. Туда главное достать. А потом травой заросло. Все. Погибло. Это наше православное. Беседует Таня. Черная. Вот как ей место в Библии написано внизу. И с кем? С Дмитрием Смирновым. Таня. Там какое-то где-то в южной стране. Она была близкая к верхушке. А переворот был. И тогда их детей всех режут. А ее сумели в советское посольство. Потом переправили. И она чистая говорит. По-русски. Она воспиталась здесь. И она говорит. Я удивляюсь от русской нации. Вот ничего не хотят делать. Лежат. Но если только ему врезали как следует. И колодец выкопает. И водой находит. А она оттуда приехавшая. Удивляется от беспечности. Вот этой расхристанности. Это рубаха парня. Тут у нас считается похвала. О. Душа в обществу. Вот где-то. И она оттуда приехавшая здесь. Сохраняет что-то то. И то, что сохраняет. С нашим конкурирует. Даже выше. Ты зачем мне эту хорошую доску принес, когда рубить надо? То есть ты изрубил бы. Даже не глядя. Так быть? Я посчитал, что она уже... Это же не мое. Да я еще буду хранить. Понимаешь? Как? Я хочу, чтобы ты был с деньгами. Чтобы на тебе не пахал никто 300 тысяч. Долго не было. Я перед тобой стою в 80-й год. Ни рубля никому за всю жизнь не был должен. Ни рубля никому. Повторяю. Меня отец инвалид войны без руки. Он меня отправил. Я не хотел. Я хотел коней пасти. Уже в пасхи. Меня с лошади ссадили. Отправили и учились. А отец. Покорность. Пошел. Три рубля. Два тридцать за билет отдал. Семьдесят копеек в кармане. Вот иди, квартиру найди. Питайся. Заработай. Сдай экзамены. Поступи. Это в спарте так делали. Он проходил срок. Учили. Драдься. Все учили. И наконец ему там 15-14 лет. Ты понял? Понял. Сдал экзамены. Сдал. Телком под задницу. Через забор выкинули. Вот. Вернешься сюда. Через 7 месяцев. Одетый. Обутый. Говорит. А как? А это твоя задача. Посадить. Сиди. Никто заступаться не будет. Что хочешь делать? Воруй. Сади. Но чтоб ты был. Проверяйте спецназ. Забрасывайте незнакомую страну. Ни паспорта. Ничего нету. Должен достать одежду. А горбит паспорт. Устроиться на вашу должность. Это в силах человека. Если бы не в силах не было. А другой не в силах. Ты считал это. Берл пишет что. Что Гриллс. Двадцать столи. Что человек ему дали. А он не сумел. И все погибли. Там в Амазонии. А то спецназ. И всех погубил. Один. Ну. Как-то выдвигался. Я не знаю. Как называть этот фильм. Какая-то лодка там есть. Американская. Я говорю. Сынок. Отвел в сторону. Капитан. Все знает. Если ты еще не знаешь. Мы погибли. Мы ждем от тебя решения. Он стал думать. Какое решение. Значит. Кого-то надо посылать на смерть. Кто туда заползет. Крам перекроет. И тогда только. Можем выстрелить. Торпеды. Но кто туда заползет. Обратно уже не выползет. И должен небольшого роста быть. И он находит такого любимого. И посылает туда. И как он тянется. Это картина. Не для слабомерных. Мы здесь. Хозяева своей жизни. Полная свобода. Творил и думал и пробовал. Заводи корову. Одну. Две. Пять. Ты даже ухом не повел. А с чего начал Игорь Барабаш? С чего начал. Которые здесь были. Они двое только десятину платили. Десятину только двое платили. Самое успешное. Вот. Серафима Гавриловна. Ее сын был. Митя. Димитрий. Сын. И он женат на гречанке. И она уехала. Ее гречка звали. Гречка это вообще. В чашке. В гречанке. И он приехал. Что? Тоже ничего нету. Кажется два ребенка. Один старше. Кажется Маша был. Сейчас могу ошибиться. Вот Василий приезжал. Один из них. И только видно. Ручка и горшка начало торчить. Он тоже с рюкзачком. Как ты. С ничего. Первым делом скопали землю. Дальше лучок пошел. Костини все есть. Купили коровку. А дальше пошло. Ты посмотри Григорий. Он старую технику покупает. На новую нет. Где-то ремонтирует. С одной детали на другое. Но у него уже нынче опять прикупил. Тут. Когда делили пои. Да дали. А старики. А они землю держат. И им за это дают. И он у них выкупил землю. На сколько-то лет. 50 тысяч отдал. 50 тысяч. Я говорю. Вот этот большой трактор. Который сено вез. Сколько отдали? Кажется 900 что ли тысяч. 900 тысяч. Ты понимаешь нет? Это. Три раза больше чем твои алименты. Откуда приехал то ничего не было. Да помогает ему. Помогает отец. Приезжает то другое. Он помогает в дело. И отец говорит. Я рад что мой сын состоялся как сын. Ну а нас он мог бы сказать это что? Он помогал бы там провеивать. Ну что-то такое. Но отец. Когда вот эта перестройка была. Он мыло варил. Там кишки доставал. Соду мыло пачки. И продавал мыло. И чем так он не занимался. Ты с Игорем поговори. А мать? У баптистов. А сын православия. Здесь поменчался. Батюшки венчать. Венцание от резьбы. Из цветов. Спряли и на голову надели. Понимаешь вот. Быть хозяином. Хозяином своей жизни. Быть епископом над своей душою. И я не отрицаю хозяина страны. Епископа епархии. Но это так. Образное выражение. Вот я сегодня только пришел. И увидел. Хозяинскую. Вот эту жилку. Взращивай в себе. Смотри на все так. Гвоздь бросил. Ну отлетел туда. Постарайся найти. Тут на велосипеде. На машине. Сам прокоришь. То есть ко всему отнестись так. Все что делаешь. Делай как для Господа. А то ладно не будет. Господь в башмаках. И в гость воткнулся. А кто я? Я тебе надоедаю с этим. Я как бы внутри тебя вижу настроение. Если бы ты жаждал. Ты записал. Да несколько раз потренировался. Мы находимся в Емскулсе. Меня с работы выгнали. Я поступаю в пожарную команду. Приезжает мой родной. Брат Иосиф. Мы с ним. Пожарная команда. Мирового значения. Перевалочная база. Легкие. Перегонные. Гонят туда. Я рассказывал. Какая там. Везде трясутся. Чтобы искры не было. Лопата только луженая. Не железная. Подковы ни одной нет. Все проверяют. А мы-то пришли. Все отдыхают. В это время мы берем все эти лесенки. Которые бросать в окно. Перелазить дальше. Веревки. Бегать во сколько. И уже мы через неделю. Вошли в общее русло. А дальше. Стали набирать. Дальше. Дальше. Выше на первое место. Веревки. Но мы день и ночь. Веревки тренировались. Ночь и ночь. Мы тренируемся с ним. Нам двое. Удобно очень. Беспрекословно. Выполняем команды. А если упадет человек. А там где зубы. Как яма наполненная опилками. Это упало. На опилке. Бывает. Не называется. Сошел из дистанции. Оборвался с пятого этажа. А макет стоит. Или окна. И туда ты забрасываешь лесенки. А у лесенки. Вот такая буква Г. И на ней. В этой стороне. Как зубы акулы. Чтобы зацепилась. А по лестнике туда. Ногу забросил. Только в следующий этаж. Опять забросил ногу. Следующий. И ты должен там быть. И там веревка. Там какой-то предмет. Ты должен его так сделать. Чтобы не затянулось. Не задушилось. И человека опускаешь туда. И дальше вышло самому опуститься. Какая скорость. Сколько узлов разных. А потом скорее машину протирать. У крыла снизу. Чтоб пылинки не было. Где колесо крутится. Как одеваться. За сколько там. Дается 7 секунд. Все. Брика только дернул. Две лямки на плечи. И уже в машине. Дайте дорогу. Пожарники едут. То есть. Мне пришлось это проходить. И я благодарен. Как раз я был неверующий. Сказал. Судьбы нету. Богу. Что меня Бог. Молол. Давил. Пропускал. Черезмерно. Сито нашинковывал. Я бы ничего этого сказать не мог. Быть хозяином. Следить за всем. Нигде ничего не воровать. Чужого не прилипало. Чтобы блажение давать. Нежели брать. А как ты будешь давать. Если ничего нету. Вот я сейчас. Договорили с тобой еще раз. Молись. И не забывай друг другу. Ты молился бабе сегодня? Ночью. Вставал? А я тебе молился. Потому что. Мы договорились. Слово держи твердо. Я встал. И Виталия. Господи. Помоги ему. Как. И ты увидишь сегодняшнего дня. У тебя какие-то мысли будет. Как маленько блестеть начнет что-то. Это я уверен. Я тебе не выпущу тебя. Я тебя. Твоего прежнего. Задушу в объятиях любви. Удушающая любовь такая есть. Утром встал. Виталий. Пошел сейчас. Еще раз за Виталием. А ты тебе по мнению раз не помолился. Поминал. Понимаешь. Молиться не просто помянуть. Войти в дело. Плащи с плащущими. Не просто ему плащут. А и ты плащешь. Плащи с плащущими. Вот когда ты дойдешь до этой кондиции. Переходи на следующее. Александр Иванович Устинов. Володя. Отец говорил. Вот когда до моего уровня достигнете. Тогда ж. А пока мне подожайте. У него десять детей. Десять. Главный радиотехник. Связист у Рокоссовского. Вся война на переднем фронте. А потом приговорен к расстрелу. И все выдержал. Я говорил. 35 лет накрутили. 25. 5 и 5. Вот. Будь хозяином. Он хозяин. У него сад. У него все растет в огороде. Вот такая капуста огромная. И кто-то знает как он живет. Пришел ночью. Лопаты. Все кощаны перерубил. Лапшу и ушел. У него десять детей. Он пришел. Еще все засохло. Под солнцем. И все. Пропало. Господи. Не имени этого. Грех этому человеку. Или заметь. Живет в Усть-Китиме. Шестьдесят километров от Новосибирска. Ни одного богослужения не пропустит. В субботу он едет. Там надо. На электричке. Там пересесть надо на троллейбус. И ехать. Старобряюсь. Белокалининского согласия. И когда бы где какое не было собрания. Вот на дому где-то. Он никогда не пропустит. Он никогда не ездит никуда отдыхать. Он не знал отдых. Смена труда есть отдых. Это советская лозунг. Смена труда. Вот сейчас я колю. А сейчас воздух ношу. А после этого там подвязываю. Это и отдых и есть. А ты отдых рука. Вот у меня топор сломался. Я скорее второй натащил. С длинной ручкой. И уже сколько нарубил. Уже надо оттаскивать. Ты же поздоровее меня наверное. Подражайте мне как я Христу. Я могу тебе сказать. А потом. Когда достигнешь этого уровня. Минута у тебя нигде зря не проходила. Все. Не надо. Где собаки. Чашка. Чтобы было чисто. Перемыл. Накормил утром. Кошек точно так. Какую погладить. И бегом сюда. К голубям залез. Поздоровался с ними. Что они делают. Насыпал. Крикнул. Они спустились. Пересчитал их. Понимаешь. Сколько радости Бог дал человеку. Это одно утро. Одно раннее утро. Я сейчас звонить еще буду. А уже во сне. Так. Господи. Сустипися. Сустипися. Боже. Садитесь за стол. Будь хозяином. Вот такая тема твоя. На сегодняшний день. Поехали.